Всем привет, друзья мои! Это Диджей Колесников. Это у нас будет сегодня пирог с картошкой и грибами на дрожжевом тесте. Берем дрожжевое тесто, заготовленное, и ложим на противень. Именно ее так аккуратненько раскатываем, чтобы он получился ровненьким слоем. И ложим мятый картофель с молоком и маслом. Он должен быть мятый, без комков, чтобы было вкуснее кушать. Желательно без комков, чтобы было хорошо, вкусно и красиво. Теперь мы все это дело выравниваем. Конечно же, в этот рецепт можно вложить всякие другие добавки, которые вам нравятся. Но мне больше нравится пирог именно с картошкой и грибами. Он и простой, и сытный. Грибы мы также до этого сварили и положили в баночку, чтобы он чуть-чуть замариновался. Немножко маринада положили. Вы можете просто их сварить, вы можете также замариновать. Кому как нравится. Не забывайте приправы, вкусности и все в таком роде. С приправами всегда вкуснее, так что приправы никогда не жалейте, но и не перебарчивайте с острыми приправами. У нас, как говорится, не такой желудок, чтобы кушать острые приправы. От грибочки хорошие, вкусные. Шампиньончики. Можно, конечно, использовать и другие. Ну, шампиньоны, они самые распространенные в наших широтах грибы. Так что мы используем их. Также, конечно же, будет сыр. Мы сверху положим натертый сыр, чтобы было вкуснее еще. Все, сыр ложим. Сыр ложим, ложим сыр. И так ровно, красиво он все равно будет и ровным, и красивым. Теперь ложим ровненьким слоем сыр. Сыр, конечно, лучше взять получше, который именно растает в нашей духовке. Там можете ложить именно рубленую колбасу, если вам нравится, копчености разные. но мы вот едим вот так. Мне вот так нравится. такой вегетарианский такой, полу-полу-вегетарианский стиль такой. А конечный результат вы увидите позже. А вот такой вкусный пирог у нас получился. Очень вкусный, очень хороший и очень красивый. и сейчас мы будем разрезать. А вот так мы его разрезаем. Смотрим, что у него получилось внутри. Горячий он, просто он горячий. Только из духовки вытащил. сейчас мы посмотрим вот он какой. Красивый и вкусный. Красивый и вкусный получился. Потом вот так можно его и подавать уже к столу. По тарелочкам разлаживать и подавать к столу. эти грибы уже внутри хорошо проварились и все потому что они были уже сварены. Лучше конечно вложить вареные продукты. Они будут вкуснее лучше. Вот такой пирог любите и жалуйте. Бюджетный хороший экономный красивый и вкусный. Спасибо что смотрели подписывайтесь. Вас ждут еще очень много хороших красивых видео и много рецептов. Спасибо друзья. .